Но если вас интересует моё отношение к Ливии, могу сказать, к событиям в Ливии, посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархии. Там что, демократии, что ли, кругом? По датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. А господин Каддафи изобрёл новую монархию, так же, как Наполеон после того, как пришёл на волне революции к власти, объявил себя императором. Сравнение, может быть, не совсем корректное, но в целом параллель уместная. Ну да, это монархия, по сути своей. Кривая, косая, какая угодно. Ненормальная, но такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооружённый конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооружённый конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренние конфликты? Да в самой Африке, посмотрите. Сомали, что там происходит много лет? Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят. Да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. А в резолюции что написано? Почитайте. Там призыв ко всем идти и предпринимать в отношении Львии всё, что захотят. Повторяю ещё раз. Первоначально ведь говорили о закрытии неба. Уничтожается вся инфраструктура страны. И, по сути, под прикрытием авиации одна из воюющих сторон наступает. Но это длится и будет длиться, не переставая. Мне кажется, что мы должны действовать в рамках международного права с осознанием своей ответственности, с заботой о мирных гражданах. А когда всё так называемое цивилизованное сообщество всей своей мощью наваливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру, создаваемую поколениями. Ну, не знаю. Хорошо это или нет? Мне это не нравится. Теперь события в Северной Африке, на Ближнем Востоке, тоже не улучшают ситуацию в мировой энергетике. Кстати говоря, вот коллега спрашивал по поводу Ливии. Ливия, между прочим, по запасам нефти занимает первое место в Африке, а по запасам газа – четвёртое место в Африке. Сразу, конечно, напрашивается вопрос, не это ли является основным предметом интереса тех, кто там сегодня орудует. Продолжение следует...